всем привет сегодня мы находимся на озере иола что в даунтаун орландо у нас в гостях виктория шелегина иммиграционный адвокат и мы хотим задать ей кое-какие вопросы которые интересует большинство наших подписчиков а самый главный вопрос самый главный вопрос попасть в америку это это в трех словах как попасть в америку и легализоваться на самом деле да как попасть это понятно взял визу купил билет на самолет прилетел а как легализоваться человеку который хочет в америке отличный вопрос такой вот в трех словах я полагаю что не получится однако я почему я сейчас объясню потому что я такая плохая не хочу открыть такие тайны дело в том что в сша существует более 180 типов виз и если мы сейчас с вами будем сидеть и разговаривать я буду рассказывать о них боюсь что времени нам тоже не хватит абсолютно я в этом уверена условно я бы разделила виды иммиграции на четыре категории такие общие категории это она самая основная это семейная категория 2 это рабочая причем рабочая категория так как даже туда же я включаю талантливую иммиграцию так называемая третья категория это инвестиционная и последняя это гуманитарная иммиграция я хочу рассказать подробно подробно подробнее но кратко о каждой из этих из этих категории семейная категория уж она говорит сама себя у вас есть близкие либо ближайшие родственники которые являются гражданами сша либо владельцами греха и они готовы спонсировать вас готовы вас пригласить и подавать петицию для вас и на этом основании вы можете приехать в сша и получить грин карту я могу сказать что в сша существует квоты за получение грин карта поэтому без квот всегда можете получить вашу, экономику���но при соблюдении определенных условий в том случае если Вы являетесь ближайшим родственником гражданина или гражданкой сша кто является ближайшими родственниками? супруги либо несовершеннолетние дети либо родители все остальные не являются ближайшими не являются родственниками к ним как и на Для остальных категорий существует специальная очередь, которую мы ждем. Некоторые ждут общего много лет, а некоторые ждут и более 10 лет, например, братья и сестры граждан из США. Они могут ждать на территории США или в своей стране? К сожалению, на территории США они ждать не могут. Они это могут делать ждать в том случае, если у них есть какой-то другой легальный статус, который позволяет им все это время здесь находиться и ждать. Но вы понимаете, если речь идет о 12-14 годах для братьев и сестер, то нужно очень тщательно выбирать этот статус. Вторая категория – это инвестиционная категория, сама говорит о себе. Вы приезжаете, вы готовы инвестировать определенную сумму денег в американскую экономику, и за это правительство США готовы вам дать возможность получения грин-карты, либо получения какой-то неиммиграционной визы и прочее. Если мы говорим о самых популярных вопросах, о каких деньгах мы говорим, о какой размер инвестиции. Самое, скажем так, я сейчас говорю не столько о законе, потому что до некоторого типа визы закон вообще не предусматривает минимальную планку. То есть, денег должно быть достаточно для того, чтобы вы вели определенный бизнес. Я говорю сейчас о правоприменительной практике, о том, как это все происходит. И сейчас я могу сказать, что мы можем говорить о суммах от 100 тысяч и выше. Сумма от 100 тысяч – это не иммиграционная виза, это виза ИВА. Где-то от 250 тысяч мы можем говорить о визе Л1, это виза с двойными намерениями. От 900 тысяч мы можем говорить о визе ИВИ-5, это вот та самая нашумевшая известная виза, которая, инвестиционная виза, о которой все слышали, но никто точно не знает, что она означает. Если мы говорим о рабочей миграции, то, как я уже говорила, ее можно условно подразделить на другие категории. Это непосредственно рабочие визы и так называемая талантливая миграция. Талантливая миграция подразумевает, что вы являетесь специалистом в своей области, не просто специалистом, а экспертом. Вы находитесь в топе в вашей отрасли и вы планируете заниматься этой же деятельностью в США. То есть в этом случае можно говорить о получении визы, не миграционной визы, либо грин-карты, в зависимости от ваших доказательств, для того, чтобы приехать в США и заниматься этой деятельностью. Но это достаточно сложная виза, да, сейчас? Ну, она не то, что сложная, зависит от доказательств. То есть понятно, что даже если вы формально соответствуете всем категориям, возможно, эта виза вам, ну, может, скажем так, не подойти, потому что миграционная служба, она взвешивает качество этих доказательств в том числе. Но, тем не менее, то есть как бы много, достаточно много людей приезжают в США по этой визе, кто-то приезжает в неиммиграционной визе, кто-то получает грин-карту. То есть это все возможно и вполне решаемо, но нужно, в общем, серьезно смотреть на имеющиеся доказательства. И вторая подкатегория – это, собственно, рабочие визы, да, это рабочие визы, для которых вам необходим работодатель. Американский работодатель, который готов вас спонсировать. То есть это, скажем так, задача номер один – найти того работодателя, который готов выступить вашим спонсором. То есть это из области фантастики? Я бы не сказала. То есть это скорее из области фантастики, если вы будете искать это, находясь за пределами США. Но для студентов, как те люди, которые приезжают сюда, они здесь учатся как угодно. Они могут учиться получать какие-то там докторскую степень, либо приезжают сюда учить язык, например, который необходим для бизнеса, для их деятельности, не знаю, чего угодно. То есть если люди находятся физически здесь, то, конечно, по всем законам здравого смысла это легче гораздо найти работодателя, находясь в одном континенте, да, и видя этого человека. То есть имея возможность как-то встретиться и договориться. То есть это возможно, но придется, скажем так, приложить усилия. И последняя категория четвертая – это гуманитарная категория. То есть это категория, когда правительство дает вам возможность находиться в США и даже с последующей возможностью получить грин-карту, но в том случае, если вы являетесь жертвой, например, какого-то преследования у себя в стране, то есть это вот, ну, особо распространенный, скажем так, этот способ – это убежище, то есть вот так называемое политическое убежище. То есть в том случае, если вас преследуют, вы преследовали в вашей стране, то есть возможность попросить защиты у США. А другое дело, что я могу сказать точно, что я не рекомендую, никогда не рекомендую использовать этот способ, просто как, вы знаете, никакие другие варианты не сработали, давайте подадим на убежище. То есть, пожалуйста, используйте этот способ только в том случае, если у вас есть веские доказательства для подачи на убежище. То есть вот, если кратко, да, то я бы описала это так. То есть четыре категории. А как же женитьба? Семейная эмиграция, супруги, вот да, пожалуйста. Такое тоже возможно. И горячая тема. Вчера, как вы все уже знаете, 20 января 2019 года, 46-м президентом США стал Джо Пайнер. И, Вика, к тебе вопрос. Появился ли свет в конце миграционного тоннеля? Знаете, я сегодня утром себя чувствовала, как будто это Новый год, и, в общем, подарки раздают всем. И я не верю, но это не может быть. То есть я, наверное, сплю. Свет появился. Я боюсь вспугнуть, я боюсь глазить на самом деле, потому что президент Байден пока, что удивительно, мы уже отвыкли от этого, давайте чего уж там скрывать, пока сдерживает свои обещания. То есть, ну, не было такого ни в моей российской жизни, ни в последующей работы американской отвыкли. Так вот, да, президент Байден предлагает реформу. В общем, реформа, если она будет принята в том виде, в котором он предлагает, то я могу сказать, что это, наверное, будет одна из таких вот, ну, самых важных, важных причин. То есть ему можно больше ничего не делать, на самом деле, за свой президентский срок, если он доведет до конца вот эту реформу. Я на самом деле не очень уверена, что она пройдет, вот, что законопроект, который он вчера отправил в конгресс, что он пройдет, будет принят в том виде, в котором он писал, слишком хорошо, но кто знает, может быть. Но даже если часть этих вещей будет принята, его, скажем так, его предложение, это будет здорово и это будет замечательно. Из прикладных, ну, это такое, да, что будет в будущем, в будущем, кто его знает. Из того, что уже сделано, я могу сказать, вот сегодня утром я проснулась и смотрю, подписан указ о стодневном лоратории на депортацию. Он не спал всю ночь. А это не он, это уже секретарь Департамента национальной безопасности уже эти вещи выписывает. Да, и самое важное, возвращают систему, когда людей депортируют, основываясь на приоритетах. То есть если человек нормальный, добропорядочный гражданин, здесь работает, он у него никакой криминальной истории нет, он платит налоги, он, в общем, приносит даже какую-то, да, социальную пользу стране, то он находится на нижней ступени в очереди, скажем так, на депортацию. Кто его знает, к тому моменту, возможно, у этого человека, какие-то другие варианты появятся для получения миграционных бенефитов или грин карты. То есть я считаю, что это замечательная история. Это, на самом деле, эта программа не новая. Она была. Просто четыре года назад предыдущий президент ее, к сожалению, закрыл. Поэтому свет конца туннеля есть. Мы надеемся, что он, в общем, так и будет гореть. Да, не очень хорошо, да, когда один президент что-то делает, потом другой все отменяет и говорит, нет, вот будет по-другому, приходит следующий президент опять, да? Это не очень хорошо, да, стабильности нет никакой, но в этом случае, то есть как бы, я... Ну, лучше, чем некоторая стабильность в некоторых странах, где один президент, да? Да, да, это правда, это правда. И здесь плюсы-минусы. Это тоже верно, правильно. Моя мама недавно меня спросила, она говорит, а он Обаму не позовет, Байден не позовет, Обаму в свою администрацию. Мама, Обама уже был два года президентом, зачем мне его звать? Нужна какая-то сменяемость, мама такая прекрасная. Я забыла об этом. Да, да, все забыли об этом, конечно. Ну, друзья, надеюсь, что я ответила на общие ваши вопросы, на какие-то дополнительные вопросы. Буду рада ответить вам в комментариях, в комментариях к этому видео. И также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка вот здесь. До встречи! Всем пока-пока! Всем пока! До свидания! Супер-ниндзя-черепашки! Боишься? Большая черепашка. Покатай меня. Не, вообще, ручная практически. Посмотрите. Пути-пути-пути-пути. Ты меня укусишь? Может, она яйца откладывает? Тоже вариант. Ладно, не будем мешать.